всем добрый вечер спасибо что собрались после работы да я понимаю как как тяжело я сама после работы поэтому мы попробуем максимально с пользой для дела сейчас я только вот есть техника не дружу потому что работаю войти вот ну собственно я так понимаю все все пришли до искать серебряные пули я собственно в датарте работаю на ну занимаюсь разным delivery manager или менеджер портфеля консультант операционный менеджер и руководитель product management инициативы вот как-то всем разным по чуть-чуть опыт у меня основной собственно наверное уже больше 10 лет в менеджменте поэтому я про это очень много рассказываю делюсь опытом делюсь какими-то вещами которые я считаю важными делиться с другими и наверно коммуникация это основная вещь то есть если вы договариваетесь с заказчиком с командой с кем угодно дальше уже тулы вот это все оно как бы к фреймворки проектные которые мы используем там ну именно процессные да оно может отходить на второй план поэтому собственно я вот очень много говорю про про коммуникацию и про то как как собственно как-то улучшится в этой сфере ну как бы будет нам комфортнее общаться и я надеюсь это немножко будет общение то есть сегодня уже 7 часов отговорила на митингах и поэтому хочу чтобы вы тоже иногда говорили для этого надо познакомиться вот скажите давайте так кто здесь проектные менеджеры уже менеджера как бы выше уровня ну не знаю несколько проектов delivery management ну там в разных компаниях по-разному лиды как бы тим лиды или это так хорошо теперь давайте кто не поднял руки это оказалось большинство то есть кто еще присутствует чем занимаетесь как бы ну чтобы и почему ну чтобы понять почему вам может быть интересна эта тема заодно я немножко смогу собственно понимать в каком формате вам лучше подавать чтобы это было понятнее да все равно кто-то не поднял руки давайте девелоперы окей будет информация которая собственно вам релевантна да да ну как 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 правило доклады рассчитаны на чуть-чуть на управляющий персонал но в принципе их можно использовать и для всех остальных кто не сказал не поднял руку а а то есть я понял у нас весь цикл представлен отлично а сможет это начинать делать проекты окей собственно ну мы уже коротко проговорили да почему мы говорим про коммуникацию вот почему это важно все на самом деле реагируют на коммуникацию заказчиком я вам открою такой два секрета первое нет никаких универсальных рецептов то есть кто пришел за серебряной пулей как бы то есть за чем-то универсальным что будет работать в любом случае его не существует к сожалению и на самом деле сколько я работаю столько я стыкаюсь с тем что все равно моих знаний и умений не хватает и надо дальше учиться вот про коммуникацию а второе что на самом деле коммуникация это все people to people и поэтому нет разницы вы общаетесь с заказчиком вы общаетесь с людьми внутри команды вы общаетесь с коллегами с другого департамента принципы остаются собственно точно те же то есть ну как бы ничего особо не меняется в каких-то общих принципах да просто когда мы говорим с заказчиком мы понимаем что мы являемся сервис мы ему предоставляем какой-то сервис то есть где-то у него может быть либо больше власти как бы в нашу сторону либо же собственно мы как-то зависим да с коллегами у нас опять таки попроще может быть формат коммуникации с заказчиком там иногда не скажешь куда и зачем ему идти а коллеги иногда можно вот но в целом все равно в результате все сводится вот собственно people to people такое коммуникация и есть какие-то общие паттерны которые и в том и в другом случае они будут ну как бы работать скажем так срабатывать да да сколько мы сегодня говорим про заказчиков кейсов будет немножко меньше ну и вот начнем мы наверное с какого-то такого кейса допустим заказчик просит чтобы конкретно вот Вася остался на выходные ну вот очень надо кроме Васи как бы никто не подходит вы как бы как собственно либо лид либо проектный менеджер приходите к Васе и говорите дорогой Вася очень надо мы тебе готовы там заплатить за овертайм и как бы все Вася такой нет вы и так едок Вася говорит нет и вот собственно с с вашей точки зрения да как бы ну в чем может быть вот вот почему вы как бы к Васе и так и денег предлагали и все а Вася не согласен то есть что бы вы делали что бы вы возможно вот кто кто не менеджер может представить себя сейчас на месте менеджера да менеджеры представят себя на своем месте как бы вы пробовали договориться с Васей заказчик вот вас попросил и там как бы вам тоже надо теперь начинается там для кого из нас мы понимаем что важно про мотивацию давайте замотивируем а вот бывают кейсы действительно у человека там я не знаю свадьба день рождения ребенка еще какие-то вещи когда он будет как бы отказываться на отрез вся наша коммуникация ну то есть наше представление о том как надо провести коммуникацию не работает но с другой стороны почему так происходит потому что собственно мы действуем по шаблонам и как правило эти шаблоны откуда мы берем с окружающих из себя любимого ну изнутри себя то есть что для меня важно да я проводила этот эксперимент в разных аудиториях некоторые предлагали заставить Васю некоторые предлагали надавить ему на жалость ну то есть вариантов может быть очень масса но собственно у нас есть такой как бы темплей подход как как использование каких-то темплейтов да зачем мы это ну наш мозг это использует для того чтобы экономить энергию то есть человек так такое как бы животное которое пытается все время что-то экономить энергию эфорты главное пребывать в состоянии покоя и соответственно темплейты это такой как бы способ собственно для мозга экономить энергию то есть мы получается подставляя темплейт таким образом мы принимаем решения очень быстро нам не надо каждый раз на ново проходить вот этот как бы этап принятия всех решений и соответственно но при этом закрадывается много ошибок то есть мы накладываем как бы свое представление о мире на других людей или как бы соседние представления ну которые мы видели вокруг то есть там человека вот Петя мотивируется деньгами вот это там Вася мотивируется отпуском а вот кто-то еще чем-то мотивируется и мы вот эти представления начинаем как бы накладывать на другие способы и смотреть собственно оно работает или не работает но вот тут может быть ошибка ну вот собственно вот в том что человеку надо что-то что выходит за наши темплейты а мы как бы не знаем как вот как это выявить да и ну есть конечно хороший способ кто знает эту шутку как бы голосом через рот вот просто спросить да то есть как бы это вот голосом через рот решает очень много проблем в коммуникации ты просто спрашиваешь с заказчиком нам иногда страшно ну то есть да такое есть иногда мы боимся сказать нет и как бы так тоже ну иногда это еще сказывается в каких-то может сказаться на отношениях с заказчиком то есть там вот все эти вещи делать страшнее но как правило то есть если заказчик там просит например овертаймы зачем как правило это кажется что это его готовое решение какой-то другой проблемы и вот вопрос как выявить эту проблему которую заказчик пытается решить потому что он решил что чтобы решить ему эту проблему надо Васю заставить овертайминг а может там есть другое решение может мы как бы всей командой можем перед этим поработать может мы можем кого-то другого а Васю он попросил ровно потому что он доверяет Васе и не доверяет например там не знаю Пете который умеет делать то же самое и когда мы начинаем задавать вопросы тем самым уточняя картину мира как бы человека с которым мы говорим и сверяя со своей картиной мира мы выявляем вот эту вот разницу и соответственно иногда это помогает собственно не попадать в такие ловушки собственных представлений о другом человеке и если мы говорим про коммуникацию то есть основной наверное ну есть такой темплейт который вот прослеживается часто в нашей коммуникации собственно кто учил там теории айтишные специальности ну не айтишные инженерные специальности те знают как бы как передается сигнал в системе всегда есть отправитель есть получатель и как правило на этом почему-то мы решаем что все ну вот как бы это и есть коммуникация а как ни странно инженеры давно знают что есть еще как бы надо убедиться что пакет прошел вот мы как инженеры сис админы программисты тестеры даже у нас знают что надо удостовериться что сигнал прошел но почему-то когда мы начинаем говорить как бы про коммуникацию мы про это забываем и я регулярно вот это слышу мы заказчику написали молодцы а он получил ваше письмо он не отвечает я говорю так получил или нет но мы не знаем то есть реальные случаи не работала почта у того же заказчика там проблемы какие-то мы потом выясняли ребята вы вообще наши письма получаете опытные менеджеры они уже знают там надо спросить заказчика а ты другие наши письма получал ну так вежливо как бы не намекая что почему ты не отвечаешь на все наши письма бывают разные другие как бы опции когда человек почему-то не получил то есть если мы говорим с уровнем СТО с уровнем ВП эти люди очень часто имеют такое количество писем они их теряют вот давайте по-честному они их просто теряют и соответственно иногда вот сказать голосом как бы на совещании мы тебе послали письмо посмотри это срабатывает вообще отлично вот просто чтобы удостовериться что сообщение дошло второй вопрос еще как оно дошло ну то есть это уже в коммуникации как бы в устной больше мы можем вот это проверять очень помогает как бы переформулировки то есть например заказчик говорит я от вас хочу то 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 а в конце вы говорите окей правильно ли мы понимаем что от нас ожидается это 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 и тут оказывается что мы иногда понимаем по-другому ну то есть у меня как бы у самой были там n случаев когда мы поговорили на совещании потом я отсылаю какие-то минутки мы вот фраза работающая мы договорились что вот когда мы договорились бывает еще ну это для специфических заказчиков используется если вы не отвечаете мы считаем что мы вот это приняли к действию и вот есть когда вот это мы договорились заказчик мне потом начинает отвечать нет а вообще я считаю что мы договорились про другое и это хорошо то есть мы начинаем понимать где недопонимание где нам надо уточнить наше видение каких-то вещей потому что я после митинга вышла с уверенностью про одно а он после митинга вышел с уверенностью про совсем другое и тут оказывается что вот в этих местах мы не работаем точно так же работает с коллегами а вот сегодня был случай с другим менеджером как бы с днепровского офиса мы с коллегой думали что мы с ним договорились про одно сегодня я решила удостовериться я говорю как бы вот правильно ну вот как ситуация будет развиваться и мне как бы коллега вот с днепровского офиса говорит ну нет мы считаем я считаю по другому отлично окей давай уточнять то есть тогда чего мы договорились вот я говорю вот как бы третий коллега который был с нами на совещании он считает вот так я сомневаюсь ты считаешь по третьему давай все таки будем договариваться мы начинаем договариваться вот эти сверки они на самом деле вот эта удостоверенность в том что сообщение прошло так как надо оно очень часто помогает плюс еще как бы ну есть более сложная часть как как надо да это про то что очень часто мы просим там особенно вот заказчику как-то так чаще так я замечаю что пишут можете ли вы сделать вот вот это вот и ну как бы это я себе так представляю на стороне заказчика ну таки ну можем когда у нас будет время сделаем время у них почему-то оказывается через месяц а оказывалось что нам надо на завтра вот эти уточнения времени то есть что можно ли чтобы вы сделали например на завтра или к такому-то времени или как как-то еще то есть на когда вам надо и почему вам надо это иногда очень сильно облегчает коммуникацию в плане того что вот уточнение что именно вам надо а не просто абстрактно что-то когда-то сделать и это такой частые грабли как бы на которые ну я вижу что все наступают на самом деле даже когда про них знаешь все равно наступаешь что ты забываешь уточнять на когда и почему именно ну то есть нам например надо чтобы на завтра там вы пропроцессили вот эти файлы если это команда заказчика если там непосредственно не какие-то там CTO директора и так далее потому что нам потом их надо дальше загружать чтобы мы успели к нашему общему дедлайну на такое-то число то есть вот оно как бы им показывает что мы не просто себе придумали хочу чтоб завтра а чтобы это ну то есть это имеет под собой какое-то основание и очень важный момент в принципе в коммуникации это наверное transparency то что называется то есть прозрачность коммуникации когда мы собственно ну как бы более детально объясняем что и почему должно происходить а не просто потому что вот мы умеем так коммуницировать потому что надо чтобы вот это произошло зачем почему то есть когда у людей получается больше информации зачем вам это для чего что это блокирует вашу работу или например чтобы это успеть в какой-то дедлайн или еще что-то начинают реагировать все на всех уровнях то есть CTO, VP особенно если им это надо ну как бы мы работаем заказчик соответственно их интерес то что это было бы там в какой-то дедлайн который мы с ними договорились и надо понимать что они тоже местами люди подневольные то есть они например пообещали своему бизнесу что вот это вот фича продукт что-то там выйдет в дату x как бы и если нас же команда заказчика начинает блокировать от того чтобы это произошло в дату x то когда мы начинаем полностью как бы показывать что нам надо чтобы вы включились и сделали вот это вот это чтобы оно произошло это спрабатывает или та же трансперенси очень часто даже с пьемами с большим количеством опыта я вижу эту проблему заказчик говорит а чем вообще заняты вот кто менеджер я думаю всегда стыкались с этим вопросом чем занята команда они все они свободны вот еще мы накинем сейчас там достается лопата и накидывается быстро потому что заказчик как бы не понимает чем люди заняты это значит в его сторону не прошла коммуникация то есть а у нас как как бы заказчик просил weekly report мы отправили weekly report что он с ним делает подходит ему этот репорт никто ни разу в жизни не спросил заказчика или ему вообще это надо как вот это ожидание что люди если им что-то не так скажут оно неправильное ну то есть люди не говорят даже иностранные заказчики пока ты не придешь и не скажешь как бы любви дружи а тебе это подходит он такой вообще то нет я иногда сижу думаю что молчал ну ладно заказчику я так не могу сказать хорошо как подходит ну вот тут вот мне на топ менеджмент надо вот так отправлять а вот тут надо вот так а вот про этот проект я вообще не понимаю там что-то происходит я прихожу к пему говорю как бы заказчик не понимает я каждую неделю шлю репорты ну отлично как бы то что вы шлете репорты то что вы ставите часики в системе то что вы ну как бы оно процессится то есть вам кажется что процесс не факт что так на другой стороне случай из реальной жизни мы приехали к заказчику я ему приехала объяснять процесс на как его команд ну как бы команде заказчика как они будут работать с нами про процессы все очень сложно ну как сложно относительно я так подготовилась я начинаю с ними говорить и понимаю что ребята плохо понимают как работать с джирой вот просто все упирается в элементарную вещь им как бы по работе не очень это вот они пока не поняли зачем им туда лезть а мы все наивно надеялись что они туда ходят оказывается они туда не ходят они даже не знают как с ней работать и ты понимаешь и как бы ты приезжаешь и первую задачу пему возьмешь их команду расскажешь как работать с джирой вот как бы а у нас был assumption что они это имеют вот вот assumption да это вот то что мы перед этим говорили темплейты assumption наше допущение о том как бы как оно устроено очень часто их надо перепроверять и вот это вот про перепроверку как message уходит оно про это то есть мы очень много работаем еще на assumption ну вот там а заказчик скажет вот это а заказчик будет делать вот так это все assumption ну то есть пока вы не спросили и не посмотрели как он делает то есть да как бы мы накапливая статистическую информацию про заказчика да что он н раз сделал так тогда мы предполагаем что на n плюс первый раз будет тоже так опа вот но на самом деле это все таки предположение что вот на n плюс первый раз оно как бы тоже будет так как и предыдущие разы а может не сработать иногда если эти assumption абсолютно не работают да и вот все сводится к тому что ну на самом деле мы друг друга не понимаем то есть я не понимаю окружающих но мне нравится что это взаимное чувство вот и собственно то есть вообще то люди друг друга не понимают но упорно делают вид что понимают и как бы пытаются на этом еще и общаться но на самом деле у нас у всех как бы разный бэкграунд и очень часто мы иногда мы приходим даже к тому что с заказчиком который мы общались несколько лет надо уточнить какие термины мы используем вот недавно мы заказчиком которым мы почти четыре года работаем мы с я просто там конфликт между двумя командами нашей и заказчика и когда я вот общаюсь с одними с другими тут я понимаю ребята давайте мы выясним что вы имеете ввиду когда говорите хардкодит и оказалось что они имеют ввиду разные вещи вот как бы программисты обычно используют это слово как бы ну как всем известное и команда это так использовала оказалось у заказчика свое понимание у команды свое понимание и вот договориться о терминах это на самом деле важно то есть чтобы понимать о чем мы вообще говорим да вот и как бы вот когда мы говорили про мировоззрение мы все разные и это собственно основная причина всех конфликтов что мы как бы все имеем какой-то свой опыт раз живем в разных странах и так далее можно приблизительно сгруппировать это ну хоть в какую-то как бы выделить какие-то основные критерии по которым можно смотреть то есть и опять таки это будет и с коллегами и с заказчиком просто к заказчику мы чуть более нежно подходим а к коллегам считаем можно подойти так иногда с ноги то есть есть возрастная разница и если взять как бы другие страны то там еще и поколенческая разница у нас как бы поколения они отстают ну то есть вот темплейты поведения определенных поколений у нас чуть отстают вот эти x, y, z я не очень приверженец этого деления но вот как бы есть какие-то паттерны и мы идем чуть позже но опять таки да то есть когда у нас там ну не знаю молодые программисты там вот джуниоры 20 плюс как бы почему заказчик мне не отвечает а заказчик как бы это взрослый человек у которого семья дети и он например после какого-то времени ну не отвечает да то есть потому что у него собственно есть другие вопросы другие интересы и вот эта возрастная разница то есть она как кто должен реагировать опять таки вот там более молодое поколение всех кто в девайсах да они привыкли к какой-то скорости реакции то есть люди там других поколений они рассчитывают на другую скорость реакции в разных странах тоже будет по-разному это отдельно поговорим мужчины и женщины да как бы они любят говорить на самом деле разница иногда все таки бывает на какие-то реакции коммуникации и и как это все происходит то есть я с этим встречалась как бы и невередж если мы говорим да то есть не про каждого конкретного человека а и невередж то есть все таки ну есть например то что ряд мужчин будет более сдержанно отвечать да особенно ну это больше интроверсии экстраверсии но собственно и и могут быть шутки какого-то формата да то есть обычно вот за рубежом очень аккуратно к шуткам но все таки то есть иногда вот мы там допустим войти мире там можем забывать вот про эту разницу там женщины мужчины она на самом деле где-то сохраняется в коммуникации то есть или это еще скажется про шаблоны то есть когда мы говорим например с женщинами как правило заходит там какие-то комплименты еще что-то да у мужчин заходит как бы как спросить как дела если вы знаете чем увлекается футбол собаки еще что-то тоже всегда заходит больше вот это даже паттерн срабатывать с коллегами потому что это ну как бы более такое тесное регулярное взаимодействие накопленный опыт вот тут вот я очень вижу как раз большую проблему иногда с заказчиками в плане того что у многих наших заказчиков допустим может быть накопленный опыт не войти индустрии то есть это будет не знаю медицина travel там что угодно да и соответственно не айтишному заказчику приходят наши айтишники рассказывают что-то считают что он понял и уходят в этот момент заказчик вежливо послушал не понял ничего но как-то тоже не скажет что ничего не понял и в результате вот как бы классический конфликт мы же заказчику объясняли он что тупой сколько можно раз ему повторять а на самом деле если например не технический заказчик вот он он не понимает ну то есть с опытом он какие-то выучивает какие-то вещи термины у нас есть заказчики которые ну вот финансы те же самые он понимает в своем финансовом деле он не понимает в нашей этой вот айти и все что мы рассказываем и что вот как бы и поэтому заказчики иногда приходят с тем что это же быстро ну как бы тут поменять кнопочку пимпочку это же быстро они абсолютно не понимают что у вас что там под капотом и насколько это сложно не сложно то есть и как бы опыт еще и житейский то есть опять таки с чем заказчик сталкивался какие у него есть страхи ну то есть у нас был заказчик который там на предыдущем месте работы по-моему там сколько-то потерял миллионов ну компания потеряла где он работал из-за того что они сделали систему которая была не нужна теперь он перепроверяет 150 раз а нужно ли то что мы делаем и вот у человека ну как бы формируются какие-то страхи у разных по-разному кто-то по опыту своему там надо понимать что иногда к нам приходят заказчики у которых как бы мы уже там не первый вендор и вот эти уже научились что как бы те вендора ну то есть если они просто с плохими вендорами работали с другими компаниями подрядчиками они были плохие они теперь боятся ну то есть или они знают что например их надо микроменеджить и они к нам придут вот точно так же и будут пытаться это все микроменеджить потому что их опыт говорит о том что надо микроменеджить а наши там лиды и синьоры у них начинает взрывать мозг он заказчик микроменеджит он лезет в каждую мою таску что происходит мне не доверяют у нас больной мозоль например про доверие вот то что я вижу в командах как бы нам заказчик не доверяет нас не считают как бы нашу экспертность и так далее и пошло поехало а по факту просто ну со временем некоторых заказчиков можно переучить что смотри ребята делают делают хорошо можно не лезть вот прям ну за каждым там чихом и проверять и некоторые заказчики от этого вылечиваются не все те у кого микроменеджмент как бы по другим причинам в крови те иногда не вылечиваются но это опять таки возвращаясь к тому что опыт очень разный вы никогда не знаете какой у человека предыдущий опыт соответственно когда вы не знаете какой предыдущий опыт вы как бы ну предполагаете про то что что он делает что-то по одним причинам а может оказаться совершенно по другим причинам и иногда это очень тяжело выявить ну то есть никакой заказчик вам там особо так прямо не скажет слушайте предыдущий вендор был девил а теперь мы как бы боимся и поэтому за вами тоже перепроверяем ну и не иногда они конечно ну как бы когда уже есть доверие на каком-то этапе доверия да можно про это узнать что предыдущий вендор был не очень и понять почему заказчик себя ведет тем или иным образом вот можно ли с этим что-то делать ну то есть опять таки вот это вот пресловутое зачем да то есть заказчик там все время лезет перепроверяет зачем ну вот задайтесь этим вопросом зачем он это делает то есть потому что я вижу наши девайлоперы там сразу не знаю нам не доверяют вот нас не считают там что мы специалисты то есть у них личностная обида пошла а если заказчика спросить зачем ну то есть что ты там пытаешься найти иногда некоторые вот по тем объяснениям как бы которые они дают можно будет понять что собственно ну как бы опыт разный культура и ментальность вот это такая как бы важная часть потому что мы все с разных культур и ну собственно у нас даже внутри украины несколько разных ментальностей и соответственно ну вот то что я наблюдаю да приехав как бы со львова вот в днепре более прямая манера коммуникации ну то есть оно например там тех же львовян вот может звучать местами как-то вот как очень так директ коммуникация а на самом деле просто тут как бы так привыкли общаться у нас по-другому да при этом там наша коммуникация может звучать как то что ну как-то они какие-то не конкретные вот это происходит как-то слишком оно такое а между странами это еще сильнее выражается мы про это поговорим отдельно ну характеры понятно да то есть как бы все мы разных характеров соответственно некоторые люди по одному реагируют некоторые по другому личная жизнь то есть опять таки у кого там сколько детей животных то чем увлекается что для кого важно то есть заказчики как бы как и другие любые другие люди имеют увлечение и например там если ну не знаю кто-то увлекается футболом идет чемпионат по футболу да то вот пытаться в это время там заказчикам что-то что-то выяснить может быть не очень удачной идеей опять таки то есть ну причины которые как бы вот из личной жизни нам могут быть непонятны для другого человека могут быть важны по той или иной причине и ценности отдельная большая такая глава мы тоже зацепим что они могут быть разные да про культуры есть такая книжка как бы when cultures collide их две вторую я никак не могу выучить вот одна это when cultures collide она рассказывает собственно про культуры и как бы систематизирует культуры тем самым показывая шаблоны по которым действуют разные культуры и соответственно можно там по каждой как бы ну не по всем странам но по многим странам есть вот где-то по несколько страниц которые объясняют шаблоны принятия решений шаблоны отношения ко времени ценности которые есть в той или иной культуре то есть и многие другие параметры которые помогают коммуницировать украина тут вот это да тут тут даже польши нету потому что есть другая картинка где польша мы вот ближе куда-нибудь туда мне кажется находимся по некоторым паттернам ну вот например моим открытием было что где вот штаты вот когда я начала работать с канадой я думала что канада это где-то рядом со штатами по способу коммуникации оказалось что канада вообще в другом месте вот и они как бы по-другому реагируют на ряд вещей то есть они культурно совсем другие и что канада ближе к Англии наверное по каким-то моментам в коммуникации чем к тем же штатам с которыми они вот рядом собственно и там на двоих занимают весь континент и у нас есть много таких вот тоже паттернов про то как бы как общаться с там со странами похожими на какие-то другие страны да но мы все знаем как бы паттерны про славянские страны точно так же оно иногда срабатывает с заказчиками и хорошо вот искать информацию перепроверять и сверяться с тем как в других странах собственно люди себя ведут и какие у них ценности какие у них принципы что для них будет в первую и во вторую очередь и так далее был у меня такой кейс мне повезло что это был коллега а не заказчик потому что заказчикам все бы вышло еще хуже то есть мы делали проект вот я прихожу как бы коллега был из Англии главный дизайнер а просто дизайнер вот у нас в Украине я прихожу там все окей коллеги из Англии он такой да все окей все окей ну так периодически сверяюсь с ним он говорит все хорошо все хорошо через какой-то уже близится сдача проекта он мне пишет говорит мне надо с тобой поговорить короче мы как-то все идет очень плохо я не знаю или мы успеем я тут как-то не понимаю приходили спрашивали все нормально все время говорил что все нормально и вот в результате как бы он говорит нет мы не успеваем дизайнера которого второго вы мне дали такой себе как-то и короче не знаем мы теперь что делать и вот для меня было очень странно как бы что произошло ну я же ходила спрашивала собственно каждый раз и вот ну какие ваши предположения то есть что произошло как бы собственно почему в последний момент человек все таки сказал что все плохо а до этого все время говорил что все хорошо не понимал ну то есть мог даже показывать там какие-то картинки смотреть да какие еще будут варианты нет в этом есть какая-то конечно правда он долго с мыслями собирался да ну собственно коллеги правы это вот вариант как бы про британцев то есть человек у них другая ментальность они не будут это говорить и когда он ко мне пришел говорить что ему не окей я видела насколько ему тяжело сказать что это не окей то есть ему действительно было это тяжело говорить и это был еще хороший кейс потому что это был наш коллега он хотя бы ну то есть пришел если это будет заказчик он может даже не сказать ну то есть есть эта шутка такая что если британец вам сказал I am a little bit disappointed у вас все горит канадцы кстати ну они попрямее но вот тоже было бы хорошо вот это улучшить улучшить это значит пойди и улучши и то есть был с заказчиками тоже вариант что мы просто я им объясняла что дорогие коллеги когда вы общаетесь с нашей командой если вы что-то от них хотите добиться скажите прямо вот как бы наши люди так понимают то есть иногда вот этот education тоже работает как бы что надо сказать прямо или как бы как как мы принимаем решение как у нас коллеги реагируют на какие-то вещи англичане тоже есть разные то есть у нас был один коллега англичанин а я потом других коллег спросила говорю а как-то он англичанин но как-то слишком прямо говорит подожди он скотиш это как бы другая история это это ну отчасти опыт то есть если есть коллеги которые раньше работали например с британцами да и ну длительно можно с ними сверяться вот как бы они мне сказали вот это это хорошо плохо мне уже бежать тушить или еще подождать вот эти ментальности которые как бы не говорят про негатив они говорят про импрувменты и как бы у нас все отлично но другие коллеги а что бы вы хотели улучшить и тут вот они будут рассказывать долго и ярко что они хотят улучшить но при потому что это как бы ну вариант не говорить что плохо то есть не блэмить вот как бы они не могут как-то обвинять других но говорить что улучшить они могут ну то есть кто-то еще что-то хотел спросить это мы тоже дойдем да это отдельная история про каналы коммуникации вот то есть ну соответственно с культурами далеко ходить а у нас в компании как бы был вопрос про то что когда у нас открылись польские офисы что как какие-то поляки ленивые а что вы имеете в виду вот под этим ленивые понимаете они уходят в пять стоять так они приходят в восемь но как бы вот иногда люди не сопоставляют цифру прихода ухода смотрят ушел в пять лентяй некоторые видели в этом проблему что они рано уходят например ну да для каких-то проектов это может быть проблема там где как бы часы сдвинуты но по факту то есть вот даже вроде бы там на ровном месте получалось недопонимание и как бы конфликт в том что а почему-то они уходят рано но с другой стороны если они делают всю свою работу как бы иногда это даже выгодно бывает что кто-то приходит намного раньше чем остальные то есть как это еще штуку готовить то что называется видимо да это что-то там и с культурами на самом деле штука еще немножко сложнее то есть кто знает какая культура у него в компании так у кого в компании есть культура что окей то есть половина подозревает что она есть у кого вот на самом деле культура есть во всех компаниях просто в некоторых она не коммуницируется если очень сильно упростить культура это то как мы принимаем решения то есть на чем мы базируемся принимая решения например в датарте у нас people first соответственно когда мы принимаем какие-то сложные решения вот это как бы ценность она берется во внимание что человеку должно быть хорошо и компании должно быть хорошо в некоторых компаниях например это может не коммуницироваться но как бы не ценность а культура соревнований то есть это не будет говорится но когда мы принимаем решения мы будем принимать решения исходя из того что нам надо как бы обогнать соседний отдел или там еще чего-то сделать бывает ну бывают очень разные культуры и собственно есть еще такое понятие на самом деле как в каждой команде есть своя культура это как мы работаем в команде я огорчу менеджеров потому что культуру строят они если вы считаете что у вас в команде плохая культура посмотрите на себя ну то есть рыба гниет с головы как бы есть такая пословица не очень хорошая в каждой команде есть как бы способ как мы принимаем решения то есть на чем мы основываемся у нас как бы важно я не знаю найти крайнего есть культура там поиска крайних у нас важно team work у нас важно как бы выслужиться перед заказчиком или у нас важно с заказчиком построить партнершип то есть на чем мы базируемся когда принимаем решения ну и у нас еще есть наша личная культура которая базируется на нашим личным как бы ценностях как мы принимаем те или иные решения ну и на своем бэкграунде кроме company culture тут еще на самом деле я никак не дорисую еще один круг даже несколько которые может говорить про индустриальную культуру то есть то чем мы сейчас стыкаемся допустим аутсорсинг и продуктовые компании имеют разную культуру в целом то есть аутсорсинг действует немножко по одним принципам продуктовые компании по другим когда люди из продуктовых компаний приходят нам аутсорсинг особенно менеджеры им иногда вот как бы вообще разрывает все шаблоны как вы тут работаете и есть еще как бы страна а стран может быть еще и много вот внутри компании или вот в целом и теперь представьте что вот у вас есть своя культура вы работаете в команде есть компания и ее культура и вы встречаетесь с заказчиком так сейчас оп и там тоже самое и где-то вот тут мы пытаемся договориться и это как бы очень такая маленькая часть этой всей истории и вот мы очень часто не знаем что стоит за за остальным и вокруг то есть какая культура внутри команды заказчика что как бы какие приоритеты стоят то есть сохранить рабочее место как отдел сохранить свое существование какие-то еще вещи сделать хороший продукт сделать хороший сервис помочь коллегам не помочь коллегам ну то есть помочь другим коллегам провалиться вариантов масса личная культура конкретных людей причем я встречала такой замес когда человек например в детстве его перевезли с одной культуры в другую и у него теперь две культуры интегрированные и он действует и по тем и по тем шаблонам и он начинает с нашими говорить у нас тоже иногда по несколько культур намешаны потом этот замес начинает пытаться вот как-то разрулиться между собой и в компании тоже может быть во-первых разная культура во-вторых разные цели то есть компания заказчика она хочет вырасти она хочет собственно сохраниться на рынке потому что иногда они бывают у компании проблемы они пытаются соптимизироваться и когда компания заказчика пытается соптимизироваться вы приходите и говорите что тут надо потратить две тысячи часов на вот эту переделку скорее всего будет нет и вы уйдете как бы либо вообще ничего не делать либо думать как это все теперь впихнуть что-то маленькое либо же обосновать что это вот по зарез как надо и без этого вообще никак нельзя ну и опять таки корпоративные культуры тоже разные то есть когда допустим мы большая компания нас уже там вроде бы три плюс тысячи когда мы работаем с компанией маленькой вот стартапы те же или компаний до сих пор формата стартапов у них совсем другая вот эта вот стартаперская культура сохраняется то есть быстрые реакции быстрое движение беспроцессность главная реакция на рынок на бизнес и тут приходим мы такие ребята вот процессы давайте делать правильно никакое правильно зачем правильно мне надо вот поддержать те контракты которые надо заключить и еще как бы вот чтобы бизнес рос и вот тут начинаются тоже иногда конфликты потому что наши пытаются правильно а те пытаются угнаться за бизнесом а если это еще как бы допустим у них не очень много денег то они пытаются дешево угнаться и вот тут получается что как бы чтобы делать качественно нужен ресурс деньги или время или еще что-то а заказчик хочет дешево и сердито и иногда это между командами там ну как бы или заказчика может вызывать недопонимание вот поэтому надо ну как бы тоже где-то понимать что стоит за веграундом да и например у себя в команде то есть я вот собирала всю команду и мы им рассказывали как как заказчик работает что ними движет зачем это почему и так далее это на самом деле важно чтобы люди понимали что как бы как работает заказчик то есть говорили с ними про культуры какие у заказчика культуры какая у нас культура почему они так принимают решения что для них важно почему мы так принимаем решения чего делать не надо опять таки потому что это может быть неправильно понято и вот все эти вещи они помогают как бы эдюкейшн да в данном случае помогает все таки продвинуться вперед и как-то избежать каких-то потенциальных конфликтов там конечно сложно понять где культура где персональный характер где у человека плохое настроение это опыт но хотя бы иметь в голове что вот что-то такое может срабатывать это полезно вот условно в коммуникации еще можно подразделить как бы такие вещи которые могут быть иметь значение то есть какой команде происходит коммуникация какой клиент у нас компания вот культуры и личные какие-то вещи то есть при этом важно время сейчас время то есть если как бы вот все знают там обед плохое время поговорить перед если допустим заказчик я не знаю там ему надо забирать маленького ребенка а вы ему перед выходом пытаетесь сказать что-то важное плохое время поговорить а с некоторыми людьми с утра не надо говорить ну просто не надо потому что они еще не проснулись и не выпили три чашки кофе и там будет нет вот просто а когда то есть вот это тоже как бы хорошо знать ну если вам важна как бы эта коммуникация как общаться то есть есть как бы если мы говорим там вот бизнес аналитики пьемы точно знают стейкхолдер менеджмент мэп где вообще четко расписывается с кем ты говоришь как говорить по каким каналам в какое время ну и так далее то есть вот есть даже карты как бы которые позволяют собственно как то это более менее структурировать но обычно в командах это просто с наработкой вырабатывается с кем когда говорить по каким каналам то есть есть там люди которые ну никогда не будут брать телефон есть люди с которыми как бы только по почте есть те кто наоборот только на телефон реагирует то есть какие каналы будут работать у нас там было что вот заказчик мне там не отвечает как бы и так далее потом мы стали говорить с заказчиком выяснили что у него есть время проверять почту когда он едет в поезде на работу вот именно в это время соответственно то есть на эту информацию как бы да это понятно что вот желательно как бы какие-то вещи значит до этого времени закинуть ему в почту пока он едет в поезде он может почитать вот эту почту ситуации в которых происходит коммуникация то есть да если обстановка накалилась то наверное там какие-то давайте сделаем тут рефакторинг не стоит просить как бы и все что является костами а не собственно непосредственно фичами и ну то есть в какой ситуации о чем мы говорим в каком настроении человек какие как бы наши разницы да и вы сами ну то есть надо еще себя знать потому что мы так всегда пытаемся давайте мы вот вроде как заказчик виноват что он с нами общается давайте мы как-то вот его поправим иногда себя надо поправить то есть если вы там в каком-то не том настроении вот вопрос как бы стоит ли сегодня говорить или можно перенести иногда надо просто людям объяснить вот я сегодня коллегам объясняла коллеги извините я там пять часов уже говорю и поэтому я могу звучать может где-то очень прямо может быть грубо я просто устала то есть и ну как бы отношения совсем другие чем просто коллеги бы вышли с митинга и сказали блин вот стерва там так вот мы к ней со всей душой а она к нам идите то есть вот иногда надо понимать как бы и какие-то свои вещи вы выгорели да ну то есть бывает вы устали то есть после тяжелых релизов команда устала начинаются какие-то вот эти вот выяснения отношений может их надо отложить ну просто вот чтобы все выдохнули восстановились а вот после этого давайте мы сделаем ретроспективу потому что когда вот сразу после тяжелого релиза идет ретроспектива это ж бойня потому что все начинают друг на друга как бы может не надо то есть давайте все успокоятся и мы потом вот соберемся через какое-то время и разберем что произошло когда уже у всех остыло как бы и когда мы уже перешли в какой-то ну более такой нормальный формат между собой как бы общение ну про культуру мы уже много говорили ценности ценности мы затронем дальше поэтому мы сейчас их пройдем вот тут уже начинали говорить про каналы коммуникации это все действительно правильно и важно то есть вот имейлы в самом низу по качеству коммуникации фейс-то-фейс с доской это самая эффективная коммуникация то есть соответственно вот видеоконференции чуть повыше но есть заказчики например которые не хотят включать видео и они все время на телефонах и тогда ты понимаешь что когда тебе надо порешать что-то важное надо каким-то образом договориться чтобы либо они к нам приехали либо мы к ним приехали и когда начинается фейс-то-фейс коммуникация столько вещей проявляется но опять-таки даже видеоконференции они все равно достаточно низко то есть самое эффективное это живое общение иногда очень тяжело объяснить другим менеджерам иногда там ну как бы у кого есть свои менеджеры зачем с человеком говорить лично но личная коммуникация она намного более эффективна потому что ты видишь как во-первых микровыражение как человек реагирует на те или иные вещи и видео этого не показывает жесты реакции то есть он наш наши вот как бы такие маленькие реакции вообще как человек себя в какой-то среде ведет вот вы приезжаете к заказчику и какая у них среда то есть вот там у меня один коллега очень резкий он говорил вот заказчик они такие плохие нам не отвечают и вообще как-то к себе плохо ведут я его свозила к заказчику а он после этого как-то такой да слушай там к ним все время кто-то бегает и что-то от них хочет и да наверное времени у них как бы это забирает то есть вот он посмотрел как в какой среде у них все работает то есть у нас распределенная команда у них коллокейтед не то что команда компания коллокейтед и вот весь оперейшнс там суппорт вот всех кто как бы вокруг работают они просто ногами бегают к заказчику ну с командой с которой мы работаем чего-то от них хотят и убегают и так весь день продолжается вот эта беготня а в перерывах между они нам отвечают на письма и ходят на наши митинги но вы понимаете эффективность всей этой истории вот поэтому когда ты видишь face to face то есть плюс люди рассказывают что-то о себе про то сколько у них детей какой у них график что им интересно ну то есть в живой коммуникации но больше проявляется если надо что-то порешать то вот как бы доска она еще добавляет что там можно рисовать особенно когда ваш английский как бы не нейтив у них иногда тоже не нейтив и мы пытаемся договориться на этом не нейтиве то есть рисовать иногда лучше вот оно как-то облегчает или любая визуализация ну как бы для видео вот этих звонков шаринг экрана вот все что может помочь подготовка презентаций дополнительных которые могут помочь что-то объяснить нарезка скринов что угодно артефакты которые помогают все-таки чуть чуть лучше объяснить и показать конкретно в детали еще такая штука которую мы не проходили есть как бы люди абстрактные есть люди конкретные и вот есть то есть если вы например человек более склонный к абстракциям а у вас заказчик более склонный к деталям он будет вас постоянно долбить за то чтобы вы привели примеры и объяснили в деталях а вы как человек абстрактный все время будете пытаться обобщить и вот как бы твоя моя тут не понимать или наоборот вы постоянно пытаетесь в примерах обобщить а как правило все таки уровня там CTO, CEO вот особенно если вы попали на стратегов все эти только про звездолеты эти умеют строить только звездолеты причем большие ты говоришь этот звездолет пилить три года такие ничего не знаю вот мое видение а дальше вы сами как-то там разберетесь а тебе надо вот эти все детали то есть и это тоже вот как бы надо понимать как это устроено иногда либо найти людей с которыми вы будете на одном языке на той стороне либо понимать как бы если надо человека чего-то добиться то есть если он конкретный тогда ему надо больше примеров если он абстрактный тогда ему надо как-то объяснить немножко в общем как это устроено вот и да вот все что не face to face там place для imagination сохраняется все остальное это вот место для воображения мы себе придумали одно заказчик придумал другое особенно те те что без видеосвязи там вообще то есть ну вы даже видите по работе в командах когда есть видеосвязь ты хотя бы видишь что коллега на митинге кодит вместо того чтобы слушать митинг и участвовать вот это очень как бы на самом деле видно а когда просто вот голос и выключены все камеры что там происходит ну то есть есть конечно у менеджеров там свои точки проверки как бы как проверять люди включены или нет в митинге но в целом ты не понимаешь что происходит то есть и там вот ты себе представил одно люди делали совсем другое услышали третье и пошло-поехало есть то что я называю как бы это не официально communication депт то есть налог на коммуникацию он строится от сложности структуры ну то есть все таки команда в два человека быстрее договориться там или как бы если мы с заказчиком вот мы и там один человек нас двое мы быстрее наверное договоримся чем если у него пять человек у нас пять человек и теперь мы пытаемся во всей этой истории договориться размер команды сложность структуры это еще может быть иерархия то есть например в некоторых компаниях с очень иерархичной структурой они привыкают что уровень должен общаться с уровнем то есть если это vp то они будут хотеть у нас общаться с vp если это там инженер то вот твой удел инженеры а есть компании как бы с более нормальными скажем так структурами более гибкими где в принципе все готовы сообщаться со всеми и для них это нормально то есть тут тоже надо понимать как опять таки как ходит коммуникация то есть кто кому репортит кто от кого зависит размер команды как команда будет распределена эмоциональный интеллект участников ну то есть если человек вообще как бы не про эмоциональный интеллект пытаться там взывать к каким-то вещам иногда сложно более таким продвинутым вот ну опять таки мы говорим средний по команде насколько колокейшн вот колокейшн как бы то что мы видим по цифрам я даже пыталась считать дистрибьютер команды это 20-25 процентов на коммуникацию то есть просто на поговорить на митинги на объяснение на звонки на того чтобы друг другу объяснить кто что делает и соответственно вот 5-10 это если команда сидит вместе вот тогда они 5-10 от рабочего времени у них уходит на коммуникацию на то чтобы договориться а если дистрибьютер команда сложного большого размера иногда на коммуникацию 50 плюс может уходить на самом деле но в среднем для дистрибьютер средней команды такой не очень большой это будет 20-25 процентов они будут просто говорить то есть кто кто пиемы и строит как бы эстимейты вот вам сверху overhead да ну и вопрос такой как бы что делать серебряных пуль нету пару таких каких-то вопросов предлагали начать с этого презентацию просто слушать вот заткнись и слушай это всегда работает на самом деле люди очень много готовы тебе рассказать если начать их слушать а не пытаться им что-то рассказать то есть когда вы приходите задаете вопросы много вопросов люди любят говорить про себя и как бы то что им интересно вот у меня есть заказчик я к нему прихожу там про деньги еще 5 минут все порешали или ну или не порешали он не сказал иди если ты приходишь к нему говорить про продукт два часа не замолкая вот просто я могу просто кивать ну поскольку я как бы на своем уровне продукт не очень знаю то я просто могу молча кивать и ухукать иногда вот это кто знает про активное слушание работает но при этом по ходу может быть много интересной информации как будет развиваться там бизнес еще планы и так далее и так далее вот то есть когда ты людей выслушиваешь особенно уставших особенно задолбавшихся подходишь к ним с эмпатией вот ты их пару раз послушал ты у них потом любимый сотрудник уверены ли вы что вы правильно переводите свои идеи ну то есть вы даете свои идеи потому что иногда у нас есть контекст какой-то в голове там про проект еще что-то у коллег или у заказчика свой контекст и эти два контекста встречаются особенно мне нравится айтишный с не айтишным пытаются договориться ну мы же говорим про один проект почему непонятно ну ответ потому что переводить ну как бы на каком языке мы говорим и они с нами опять таки говорят ну эмоциональный интеллект понятно да можно ли исправить коллег и заказчика нет можно попробовать в каких-то местах подправить себя там где вы считаете что вам это надо ну я к тому что по коммуникации нет предела совершенству на самом деле и ты этому учишься бесконечно потому что ты стыкаешься с разными людьми мы тут даже не трогали вопрос манипуляторов это отдельная большая тема как бы как работать с манипуляциями как их выявлять и наверное это лучше могут рассказать айчары и психологи чем я то есть и опять таки то есть догнать и причинить добро у некоторых я у менеджеров это часто встречаю сейчас я догоню всю команду и научу их там общаться причиню им добро чтобы они стали лучше они не станут лучше мы все взрослые люди и как бы правильный assumption что вот люди с которыми вы говорите не меняются то есть можем ли мы как бы договориться про правила общения если я считаю что как бы я хочу подстроиться или могу подстроиться как я это буду делать но надеяться что та сторона как бы вы ее как-то догоните и научите как жить лучше оно не работает то есть вот я часто вижу это в процессах как бы мы сейчас заказчика научим делать правильный процесс это моя ошибка в прошлом пока ни разу не получилось пока они эволюционно сами не дозреют до новых процессов ничего не получается то есть я уже наконец-то приняла за много-много лет эту правду что иногда окей пусть придут по граблям я подожду потом придут потому что люди так растут то есть так растет любой человек но мы почему-то про это забываем когда дети как бы ходят и падают это окей когда мы взрослые совершаем ошибки и нам надо тоже упасть и встать сколько-то раз чтобы научиться мы вот про это забываем то есть поэтому можно на самом деле пофиксить ну как бы если исправлять то только себя а больше некого не существует простых ответов на сложные вопросы и под конец еще такая штука как про ценности то есть ценности ну вот собственно культуры строятся на ценностях это то что для нас важно то есть на базе чего мы будем принимать решения кому-то важно доверие кому-то важно терпение кому-то важно чтобы не судили кому-то важно чтобы принимали то есть есть ценности у людей есть ценности у компаний и есть на самом деле ценности в командах просто их обычно не выделяют и вот если ценности не совпадают мы это очень часто видим когда люди приходят в компанию очень быстро из нее уходят правило там есть несовпадение по ценностям или иногда через какое-то время уходят когда человек зашел как бы ему рассказали как все прикольно у нас тут например заботятся о людях а он пришел в компанию просидел неделю к нему ни разу никто не подошел вот как бы заботятся о людях и ушел и соответственно иногда бывает такое что вот общаясь как бы с заказчиком ну наши ценности не совпадают поскольку это заказчиком и сервисной компании мы просто что ну вот что я с этим делаю принимаю как данность то есть что это так работает что для того человека ценно вот это например деньги то что человек понимает про деньги и рассказывать ему про высокие материи не имеет никакого смысла потому что он понимает на этом языке то есть это на каком языке человек говорит или например для человека будет ценностью сохранить свое рабочее место потому что у него кредит, дети и вообще как бы в этом городе там может быть тяжело найти работу и вот эти ваши инновации скорее всего никуда далеко не уйдут потому что инновации это опасно непонятно как оно зайдет его цель как бы и для него ценно иметь свою стабильную зарплату много лет в этом на этом рабочем месте и если вы будете для него угрозой следующее что он начнет делать это вас выживать оттуда то есть если для вас ценность как бы честность а с той стороны человек манипулятор или как бы который обманывает ну это большие проблемы но такое тоже бывает и вот вопрос как бы уже самому понимать как работать с таким человеком то есть ему просто вот пытаться на честности про доверие и вот это все не зайдет у человека совсем другие ценности у него в ценностях нету про доверие нету про людей у него в ценностях есть либо про деньги либо про то что он хочет вот как бы доказать что он продавил кого-то ну то есть психология у всех разная там вариантов масса ну опять таки на уровне культур тоже встречается оно накладывается то есть вот это вот то что я показывала по культуре там ценности все вот эти они накладываются как бы и собираются то есть есть культуры которые безоценочные не принято оценивать не принято судить в нашей культуре это же боже это же любимое дело найти крайнего ну то есть реальная история заказчик не выдержал причем заказчик который никогда никого не обвиняет я приехала говорю как бы ну говорите что плохо и в личной беседе они уже говорят ваши все время пытаются найти крайнего говорит ну как бы мы хотим понять как нам улучшить нашу совместную работу а ваши все время ищут крайнего ну что происходит как бы для них это абсолютно дикость какая-то но я понимала что люди которые ну это были я сразу поняла конкретных людей которые ищут крайнего для них это было важно вот понять вот кто виноват вот я виноват или он виноват они даже были готовы или конкретных 2 человека они были готовы принять что вот если я виноват это моя вина но для них было очень важно как бы вот разделить по корзиночкам или терпение ну то есть есть люди которые вот быстро быстро все делают и они так fail fast вот может быть а если рядом будет человек который про качество вот fail fast и качество они как бы немножко иногда не соотносятся потому что fail fast это ты вот быстро что-то сделал не получилось пошел дальше не получилось пошел дальше получилось круто теперь мы развиваемся в эту сторону и вот оно совсем про другое чем когда мы делаем все качественно все это медленно больше не все могут это выдержать ну то есть тут вариаций масса вот да почему тут рыбка потому что рыбка гниет с головы соответственно если вот в командах и компаниях ценности от как бы менеджмента они дальше распространяются вниз хочется того или нет на самом деле оно идет сверху вниз и вот в компаниях даже можно посмотреть как бы как себя ведет менеджмент и когда они говорят про открытость все сидят как бы каждый в своем большом кабинете это говорит все об открытости вот и есть какие то то есть можно понимать по действиям не по словам да вот то что на сайтах висит это как бы это витрина ну там очень часто ценности на сайтах не совпадают с ценностями реальные которые в компаниях в командах и так далее ну опять таки с чего начинали да бизнес это люди заказчики тоже люди иногда это неприятно признавать но это как бы так и люди полностью про коммуникацию то есть и про мис коммуникейшн недокоммуникейшн и так далее это мы можем быстро пропустить и остановиться еще может на такой штуке кому будет интересно я уже на этом не буду останавливаться это длинная большая тема есть такая вещь как спиральная динамика это больше может быть менеджером интересно и кто много работает с разными стейклдерами спиральная динамика она собственно тоже делает свою типизацию как бы по каким принципам и подходам будут работать разные люди и соответственно причем там как бы это может быть принимено как одному человеку так и к целым государством ну то есть там на всю шкалу и соответственно то есть если вот например вы сталкиваетесь с воинственность с воинствующей организацией которые вот все про то чтобы достигать силой а ваша организация где-нибудь там зеленая ну даже оранжевая то есть вы уже больше будете склонны договариваться они все время с вами будут пытаться как-то силой ну то есть и вот тут тоже может быть такой дисконнект потому что вы просто с разными подходами приходите ну самые верхние уровни это все про договоренность про общий консенсус это все очень длительное долго и так далее есть то есть целые культуры которые вот про такой консенсус ну и соответственно это можно просто почитать оно даст какое-то дополнительное такое понимание про это много написано у нас по-моему в украинском русском украинском пекарь кажется писал оно называется разноцветный менеджмент есть такая книжка как бы на русском и на украинском разноцветный менеджмент можно просто читать спиральная динамика там про это сейчас есть куча всего в разных вариациях и применительно под под все подряд вот ну собственно на этом все спасибо большое что дослушали вот в конце вечера если есть какие то вопросы ну я могу ответить кто хочет уходить можно уходить спасибо спасибо